Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Семки, с вами Кирилл и Семён. Сегодня у нас на взорчике чан рамен. Два чан рамена. Один острый, один не острый. Начнём с неострого. Итак, тут у нас такая лапшичка. Суповая основа. И, конечно же, овощички. Что, давай? По сравнению с буллой комнатой выглядит страшно. Согласен. Итак, что у нас по способу приготовления? Мы закидываем в кипящую воду лапшичку, сушёные овощи и бульончик. Всё это варим 4-5 минут, не сливая воду. Перекладываем в тарелку и кушаем. Всё. Воды должно быть 550 миллилитров. Всё, вода у нас закипела. Закидываем лапшичку. Засекаем 5 минут и ждём. Теперь добавим приправки. Кайф. Сушёные овощи. Приправ. Итак, прошло 5 минут. Наш чан рамен готов. Сейчас мы его будем, собственно говоря, кушать. Что ж, приступим к дегустации. Сушёные овощи. Сушёные овощи. Очень вкусная лапша Одна из самых лучших, что я пробовал Музыка Мне попался кусочек красного перца Странно Музыка 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 Не острый, он какой-то скучный Похож на обычный дошик квести зеленый Но в ценовой категории он дороже Тут просто по качеству не лапша И немножко другие составляющие овощей И собственно всем И совсем маленькое различие С моего бульона Музыка Еще здесь есть чеснок. Из сушеных овощей я учуял там, раскусил перец красный и салат какой-то, зелень. Ну что ж, мы сейчас готовы подойти к итогам по Чан Рамену. Что могу сказать? В основе тут самой сушеных овощей лежит лук, паприка красная, грибы, чеснок. Чувствуется только чеснок, и то если ты его разжевал, и сушеные эти, всякие зелень. Ну перец тоже чувствую, мне попался. Ну перец, да, тоже если попадается, то один. Вот, попался. Считайте, два перчика на весь доширак. Вот. Что могу сказать еще? Сама лапша, я считаю, вывозит весь дошик. Бульон. Особо ничем не отличается от доширака квисте, как по мне. Поставлю я ему, ну, шесть, наверное. Сразу скажу, что моим понравился намного больше, чем Семену. Я поставлю ему девять из десяти. Лапша, лучшая лапша, что я ел. Бульон, очень вкусный бульон. Мне очень понравилось. Не знаю, что еще можно сказать. Я бы взял его еще раз. А, цена, кстати, его. Цена 72 рубля. Что ж, это был чан-рамен говяжий. Сейчас мы будем пробовать чан-рамен говяжий острый. Итак, тут все так же. Лапшичка такая. Бульон, уже красненький. И специи, тоже красненькие. Так, способ приготовления точно такой же. Мы берем 550 миллилитров кипяченой воды. И все засыпаем. И все засыпаем, варим пять минут. И, собственно, готово. Да. Сейчас мы приступим к приготовлению. Варим пять минут и возвращаемся к вам. Итак, лапшичка сварилась. Прошло сколько? Пять минут? Или четыре? Пять минут прошло. Сейчас перекладываем по тарелочкам. И начинаем дегустацию. Кстати, снимаем чан-рамен по просьбе подписчика. Пишите еще свои комментарии, предложения. Мы также снимем видео. Приступаем. К вскрытию. Кстати говоря, да, мы забыли. Что, кстати говоря? Попадаются кусочки овощей, фруктов. Вот банан, вот апельсин. Непонятно, что это на самом деле. Притеснил меня. Ну что, широкий? Завтра на дорожке. Да широкий сбрался. Вот этот пободрее идет. Потому что он такой остренький сразу. Чувствуешь силу, власть до широка. Мне он кажется менее насыщенным, кстати, почему-то. Он острый, но менее насыщенный как будто. Он менее насыщенный, но сразу бодрости придает. Потому что острый. Я думал, он мне больше понравится за счет остроты. А он менее насыщенный. Не знаю, это странно. Ребят, есть мотоциклисты? Кто ездил на трофубо-образ? Пишите, если что. Мотоциклисты. Да, интересно просто. Пишите о кометах, что вам больше нравится. Острая еда или неострая. Вот это уже был байт. Острая еда. это пободрее где-то наверно на семь с половиной вот та же лапша прекрасная остренький соус немного не такой насыщенный как прошлый но старта мне придало так сказать баллов к этому дожку хотелось бы выделить огромную благодарность пользователю ютуба иск game за то что посоветовал пробовать чан рамен спасибо большое итак мы готовы перейти к итогам он на восьмерку из десяти я думал что будет на девять с половиной но но нет он менее насыщенный чем чем рамен не острый и поэтому оценка чуть ниже чем он да он остренький это прибавляет изюминки остреньки некой но все-таки насыщенность вкуса для меня важнее там все та же прекрасная лапша которая покорила наши сердца семеном и мы будем брать их еще раз однозначно вот мой какой-то такой ток вот мой ток этот выдался на семь с половиной тире 8 остренька соусец все дела прекрасная лапшичка в принципе все что я могу сказать что я уже остальное говорил вот так же если чесночок попадается чувствуешь не попадается чувствуешь ему грибочек попался да попался грибочек я не мог понять что это я думал что мясо очень сильно этому обрадовался но это был всего лишь навсего гриб поэтому так на этом наш сегодняшний видос подходит концу не забывайте ставить лайки пишите комментарии если мы не подписаны подпишитесь пожалуйста лайки комментарии продвигают наш видос и канал в целом поэтому будем очень вам благодарны и так хорошего вечера дня утра неважно где вы пока